МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 75-летие атомной промышленности педагоги Сарова прослушали лекцию об истории атомной отрасли и перспективах развития госкорпорации Росатом. О спорт и жизнь! В спортивном зале комплекса «Авангард» прошел турнир по волейболу среди ветеранов. Далее расскажем обо всем подробно. Диалог бизнеса и власти. В Доме ученых прошла ежегодная конференция поставщиков. В ней приняли участие представители Министерства промышленности Нижегородской области, руководители РФОД СНЕВ, администрации города и городской думы. Подробности далее. Связующее звено между бизнесом и властью. Ассоциация промышленников и предпринимателей появилась в Сарове в 2017 году. Ее инициатором выступил Российский федеральный ядерный центр в НИЭФ. Тогда же прошла и первая конференция поставщиков. Очень приятно, что Российский федеральный ядерный центр, ну как бы, вот третий год уже, вместе с ассоциацией, которую, так сказать, инициатором-то тоже был как раз Российский федеральный центр, который его директор Косяков Валентин Ефимович по созданию этой ассоциации собирает воедино и помогает развиваться бизнесу малым. Вот это очень важно. Люди, которые вот сегодня здесь выставились, они все понимают, для чего они здесь собрались. Не просто так, они понимают, для чего они здесь собрались. Собрались, чтобы увидеть, а что делают соседи, да, увидеть свою, так сказать, нишу в этом деле. Уникальная возможность встречи с руководством федерального ядерного центра, которые могут им рассказать, могут увидеть их продукцию и найти ей применение. Сегодня она приобрела большой масштаб и стала прекрасной возможностью для городского бизнес-сообщества лично продемонстрировать руководству ядерного центра и города свою продукцию и обсудить варианты сотрудничества. Сегодня несколько другой формат проведения мероприятия. Мы решили уйти от формы сухих докладов и сухих цифр, показать реальный сектор бизнеса, малого бизнеса, тот, который занимается производством, начиная и от посуды, мебели, и интерактивные какие-то вещи. Познакомиться поближе и оценить работу саровских предпринимателей приехали и представители Министерства промышленности Нижегородской области. Для них это прекрасная возможность не только узнать, как развивается и с какими трудностями сталкивается бизнес в нашем городе, но и лично рассказать о существующих мерах господдержки, привлечь новых участников в нацпроекты, которые реализуются в регионе. Саров – это место, где сосредоточено огромное количество промышленных и научно-исследовательских предприятий, которые являются неотъемлемой частью всего промышленного потенциала Нижегородской области. Городообразующее предприятие, во-первых, помогает здесь создать экосистему развития бизнеса. Помимо того, что предприятие является поставщиками и услуг, и продукции, они еще обмениваются высокотехнологичными идеями. Поэтому здесь происходит такое, в хорошем понимании этого слова, бурление, идеи, инноваций и дает импульс развитию города и всей области нашей. В этом году свои разработки, инновационные идеи, товары и услуги продемонстрировали более 20 предприятий. От тех, кто занимается ремеслом, до организаций, создающих высокотехнологичную продукцию. С удовольствием приняли приглашение и сотрудники технопарка «Саров». Это важно и нашим резидентам, которые тоже разрабатывают и свою продукцию, и свои услуги, чтобы понимать, для чего они это делают и как они могут быть полезными для РФИ АЦФНИЕФ. Ядерный центр является нашим главным отцом, нашим, да, то есть мы открытая площадка для РФИ АЦФНИЕФ. Мы как раз и предназначены для того, чтобы коммерциализировать те технологии, которые разрабатываются в РФИ АЦФНИЕФ. Поэтому и мы им оказываем помощь, и они нам оказывают помощь. Конференция поставщиков показала, что все структурные предприятия нашего города открыты для диалога с предпринимателями, а Российский федеральный ядерный центр в НЕФ создает все условия для поддержки и развития малого бизнеса в Сарове. Сотрудники РФИ АЦФНИЕФ приняли участие во второй Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития современной науки» по направлению информатика и вычислительная техника. Мероприятие прошло 27 и 28 февраля в Анапе на базе военного технополиса ЭРА. На пленарном заседании с докладом «Фотонная вычислительная машина» оптические и логические элементы выступил главный научный сотрудник Сергей Степаненко. Также были представлены шесть докладов, посвященных решению задач имитационного моделирования в интересах УПК и гражданских отраслей промышленности. Кроме того, на конференции прошли мастер-классы для пользователей разработанного в ФИАЦНЕФ многофункционального пакета программ имитационного моделирования «Логос» в части расчета задач АЭРА, гидрогазодинамики и прочности. Военный технополис ЭРА, элита российской армии, создан в Анапе по указу президента России в 2018 году, находится в подчинении Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны России. К другим новостям. Время выбора. В Центре культуры и досуг РФИАЦНЕФ прошел традиционный форум «Абитуриент-2020». С будущими выпускниками встретились представители ядерного центра и профильных вузов Москвы и Нижнего Новгорода. Школьникам рассказали о востребованных специальностях, правилах поступления на целевые места в институты и университеты. Подробности далее. Сотни брошюр, буклетов, информационные стенды и, конечно, вопросы школьников. В Саровой прошел традиционный форум для старшеклассников «Абитуриент». Свои кафедры и направления представили четыре вуза. НИЯУМИФИ, САРФТИ, НГТУ им. Алексеева и ННГУ им. Ловачевского. Школьники познакомятся с правилами приема, выяснят нюансы, которые их интересуют. Они узнают о правилах поступления на целевое направление, узнают о целевой программе Российского ядерного центра, получат ответы на все свои вопросы, сколько баллов надо для поступления, на какую специальность идти, где какой конкурс. Форум «Абитуриент» – это совместный проект ядерного центра и администрации города. Встречи старшеклассников и преподавателей вузов проводятся более 10 лет. Российский федеральный ядерный центр заинтересован в том, чтобы наши выпускники сдавали профиль по математике и ЕГЭ по физике, чтобы они поступали в инженерно-технические вузы, чтобы пополняли ряды достойных, талантливых инженеров. Ну и, конечно же, очень хотим, чтобы они возвращались к нам в ядерный центр. Представители НГТУ имени Алексеева приезжают в наш город около 15 лет. Как отметили преподаватели вуза, такие мероприятия помогают старшеклассникам определиться с профессией, а представителям вузов предоставляют возможность живого общения с будущими студентами. Любой рассказ об университете всегда и везде – это очень полезно. Молодцы вы, что собираете нас и даете возможность пообщаться с ребятами. Мы можем конкретизировать, какие направления есть, что нового появилось в университете, чем можно заинтересовать помимо обучения. Ведь, наверное, не только обучение, а интересная вообще жизнь студенческая. На форуме абитуриент можно не только уточнить информацию о проходных баллах и количестве бюджетных мест. Здесь выпускники школы узнают о новых направлениях обучения и их преимуществах. Представители Саровского физико-технического института рассказали о преобразовании на кафедре специального приборостроения. Раньше обучали по программе бакалавриата, теперь будут готовить по программе специалитета. Возглавил кафедру Владимир Морозов, заместитель главного конструктора РФЯД СНЕФ. Дополнили многими дисциплинами, которые востребованы при проведении работ по второму тематическому направлению. Сейчас формируем корпус преподавателей, на третий курс формирован, на четвертый курс формирован, на пятый курс идет формирование. Мы начинаем работать с третьего курса. Хотя проект в большей степени нацелен на учеников 11-х классов, на форум пришли и те, кому ЕГЭ сдавать еще не скоро. Каждый из старшеклассников выбирал свой путь и определялся со специальностью. Я считаю, что уже в 9-м классе нужно определиться со своим направлением, чтобы в 10-м и 11-м классе быть нацелены именно на те предметы, которые мне понадобятся при поступлении в ВУЗ. Пришел, чтобы более-менее определиться с тем, куда пойду и что буду сдавать. Я считаю, что заранее желательно выбрать какое-то направление и найти свой путь заранее. С напутственными словами к старшеклассникам обратились представители городской думы и администрации. А рассказ старшего научного сотрудника Георгия Рогожникова помог ребятам получить полное представление о специфике работы на градообразующем предприятии. Узнать о том, чем занимаются на предприятиях госкорпорации «Росатом» из первых уст. Традиционная встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» прошла в гимназии номер 2. О чем рассказали педагогам и школьникам города специалисты Орфеат Снеев, расскажем далее. Проект «День учителя на объектах атомной отрасли» стартал в 2014 году. Его инициатором выступила госкорпорация «Росатом». Главная цель – дать учителям полную информацию о деятельности предприятий отрасли, их экологической политике, обеспечении безопасности, разработках в области физики, химии, математики. Эти знания педагоги передают школьникам, тем самым открывая для них дверь в мир инженерно-технических профессий. Это очень полезный, хороший, важный проект, который направлен на то, чтобы отрасль была не просто сама в себе варилась, но была представлена и жителям городов в присутствии, и, может быть, дальше пошла для жителей региона, страны и так далее. Изначально лекции читали только педагогам, но в 2018 году учителя выступили с предложением приглашать на них и старшеклассников. Эта инициатива быстро нашла отклик как у Федерального ядерного центра внефт, так и у будущих выпускников. И сегодня принять участие в проекте может каждый желающий школьник, которому интересны современные направления развития атомной науки. Нужно ребятам рассказывать о том, что есть вообще в мире, что есть в стране, что есть в городе, что есть в отрасли. Чем больше они узнают до окончания школы, тем будет проще, тем меньше времени потратят на перевыбор профессии. За время работы проекта ученые и ведущие специалисты РФИАЦНЕФ уже рассказали педагогам о научных открытиях в области математического моделирования, медицины, о международном сотрудничестве. В этот раз говорили о том, как устроена атомная отрасль и какие у нее перспективы. Перспективы самые радужные. Однозначно сегодня все говорят, что альтернативы атомной энергетике в мире нет. А во-вторых, атомная отрасль не измыкается только на атомных электростанциях и ядерном оружии. Это огромное количество знаний, направлений, наука, образование и так далее. То есть огромное количество сфер деятельности, причем очень интересных, важных, нужных, которые нужно развивать и отрасль может это делать. В своем выступлении Дмитрий Файков провел сравнительный анализ атомной промышленности в России, США и Китайской Народной Республике. Рассказал о тонкостях и приоритетах в каждой стране. Поэтому эта тема вызвала неподдельный интерес не только у учителей, но и у будущих выпускников. Доказать, что заниматься спортом можно в любом возрасте. В спорткомплексе «Авангард» прошел турнир по волейболу среди ветеранов. В нем приняли участие три команды. Возраст спортсменов от 50 лет. О том, что мотивирует участников вновь возвращаться на поле, расскажем далее. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Первомайска, Нижнего Новгорода и, конечно, Федерального ядерного центра ВНИЭФ. Волейбольный турнир среди ветеранов проходит в нашем городе уже второй раз. И, по словам организаторов, он может стать доброй традицией. Это очень хорошее движение ветеранское. Это же такой прекрасный пример нашей молодежи здорового образа жизни, а самое главное – долголетия. И у нас уже внуки играют во все. Поэтому надо по своим примерам как-то, чтобы они участвовали во всех соревнованиях. Чтобы жизнь была тоже такая активная, энергичная. Несмотря на то, что турнир проходит во второй раз, многие его участники уже давно друг друга знают. В юношестве играли в так называемые пионерские игры. Затем встречались на областных спартакиадах. Сегодня они вновь собираются на игровом поле, но уже в рамках ветеранского турнира. И в этот раз эти матчи не ради победы, а ради удовольствия. Все люди понимают, что главное – здоровье, биться не здесь. А на самом деле, первомайская команда, все время мы с ними встречаемся и на турнирах в области, и здесь, и мы к ним ездим. Но на самом деле, люди, которые играли, я еще раз подчеркну, в пионерские игры еще те, они все время ездят. Ну, то есть, любовь. Возрастная категория соревнований – 50+. Партия – до 25 очков. Казалось бы, для людей столь солидного возраста – это большая нагрузка. Но спортсмены в очередной раз доказали – если ты по-настоящему чем-то увлечен, тебе под силу абсолютно все. Здесь все, кто приехал, они просто молодцы. Все увлечены волейболом, все просто горят этим видом спорта. Поэтому сюда едут, в зависимости от праздника, что надо, мы едем и играем. Турнир по волейболу проходил несколько дней и подарил участникам большой заряд энергии и вдохновения. В планах организаторов провести весной еще подобные встречи, но уже с участием команд из Вознесенского Арзамаса. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»